С учетом интересов бизнеса и гарантий работников, правительство приступило к модернизации Трудового кодекса. Необходимость пересмотреть устаревшие положения назрела давно. На площадке правительства прошло первое совещание по этому вопросу. Свои предложения высказали как представители исполнительной власти, так и деловые круги. О том, что некоторые нормы Трудового кодекса давно устарели, говорят не только предприниматели, но и общественность. Особенно страдает малый и средний бизнес. Задача – пересмотреть действующий трудовой закон с учетом интересов обеих сторон – и работников, и работодателей. Я считаю, что Приднестровский трудовой кодекс должен, с одной стороны, достаточно эффективно защищать права работника. Я думаю, что здесь профсоюзы за этим должны следить достаточно внимательно. С другой стороны, трудовой кодекс ни в коем случае не должен препятствовать развитию предпринимательства. То есть в нем не должно содержаться каких-то агрессивных, порой и абсурдных норм, от которых, что называется, плохо и работнику, и предпринимателю. И здесь необходимо изучить опыт других государств, отметил премьер. Особенно демодернизация трудового законодательства прошла успешно. Работать над поправками в трудовой кодекс будет специально созданная группа. В ее состав войдут бизнес-сообщества, члены профсоюзов, представители научного сообщества и общественной палаты, а также законодатели. Возглавит группу вице-премьер министр экономического развития Сергей Абалоник. Заместителем назначили министра по соцзащите и труду. Я полагаю, что широкое представительство позволит нам эти вопросы сбалансировать, Александр Владимирович, рассмотреть таким образом, чтобы мы ввели и новые нормы, и вместе с тем не ухудшили социальные гарантии по отношению к нашим трудовым ресурсам. Ну а финалом должен стать законопроект. Работа над трудовым кодексом началась. Лидия Салкутсан, Первый Приднестровский, Телеканал.